Я хотел бы начать наше заседание муниципального совета с одной, к сожалению, очень неприятной новостью, которую я вчера узнал вечером. Могу вам сказать, что она не то что неприятная, она настолько мерзкая, настолько подлая, что я бы хотел увидеть этого товарища, нашего коллегу. Басисты есть в зале? Нет. Не пришел? Нет, он не пришел. А? Не пришел. А причина какая? Отсутствие? Причина, он написал заявление, а выходил. А, написал заявление? А в прокуратуру или в милицию не хочет написать явку с поведой? Значит, хочу вас проинформировать. Вчера мне стало известно о том, что сотрудники предприятия Аппо-канал проверяли экономических агентов в городе на предмет незаконных подключений. Значит, мне отправили вчера видео. Это сауна, которая, я так понимаю, принадлежит его семье, фрегат или дукат, как она называется. Значит, в обход водомера, значит, вы посмотрите, это целая спецоперация. Спрятать несколько кранов под гранитную плитку. Это, как называется, мне очень жалко, что его сейчас нет. Понимаете, это экономический агент, у которого эта баня является ни социальной, ни бесплатной для пенсионеров. Это является сауна, за которую люди, которые туда ходят, платят деньги. И в этой сауне товарищ Басистый решил себе подключить отдельный водопровод. Сегодня утром я еще узнал о том, что те, кто вчера у него это нашли, это те же сотрудники Аппо-канала, которые мы устанавливали. Потому что мне было интересно, например, я начал разбираться, как это можно под плиткой. Это же надо знать, ты же не можешь весь пол взять вскрыть, если ты не знаешь, где это находится. Это в условиях тогда, когда пенсионеры, ветераны из пенсий, которые являются сегодня мизерными, они оплачивают воду, оплачивают электроэнергию. А видные бизнесмены, как и горбочисты, решили не платить за воду. Мне сказали, что там примерно насчитали сумму в 200 тысяч лей, примерно ущерб. Это уголовное дело. Самое страшное, что год назад мне кто-то написал об этом в социальных сетях, я позвал Басистого, говорит, это провокация, это наговаривают и так далее. Я говорю, уверен, он говорит, да. Даю слово. Где его слово, я сейчас увидел. Поэтому, ввиду того, что это произошло... Вы говорите, он написал заявление? Да. А по каналу есть представители? Нет. Нет никого? Мы приглашали, но там в процессе ликвидации... Не, ну и что, если в процессе ликвидации... А? Они не ходят ни на коммунальщики, ни на... Мы приглашали... Не знаю, кто запретил администратор. Запретил администратор? Администратор это такой умный. Администратор должен нас держать в курсе, то, что там есть... Кто-то звонил и спросил, почему директор не будет на заседание коммунальщиков? Он сказал, где запретил администратор? Понятно. После совета напомните мне про это. Я хочу сейчас обратиться, ввиду того, что понятно, что... Басист, оказывается, уже написал заявление. Хотя я хотел бы, чтобы он его тут подписал. Если он его написал и не пришел, я понимаю теперь, почему он не пришел. Значит, он понимал, что будет. Вопрос в другом. Я так понимаю, что басисты это не единственный случай в городе. Просто сегодня пойти на такой шаг, чтобы воровать воду. И это делает, еще раз говорю, не пенсионер, не инвалид, не ветеран. Это делает человек, который на этой сауне зарабатывает деньги. Я сейчас обращаюсь к сотрудникам, работникам водоканала. И ко всем другим работникам, которые... Любых муниципальных предприятий. Речь идет не только о водоканале сейчас. И даже Четнорд, Роднорд, которые... Ну, не имеют они к нам никакого прямого отношения. Я обещаю сегодня всем тем, которые напишут мне в социальных сетях. Вот так же, как я вчера узнал об этом. Значит, за каждый подтвержденный случай... Нам уже надо делать, наверное, как Лукашенко в 90-х годах в Беларуси. Когда всех коррупционеров просто сливали за премию. Понимаете? Давайте я перестану заниматься благотворительностью. Давайте за каждый конкретный случай подтвержденный... Будет премия от 10 до 100 тысяч лей. В зависимости от суммы хищения. Если у нас нет других вариантов сегодня, как это все прекратить. Потому что я думаю, что сегодня... Сколько таких подключений еще наверняка зарыто в городе. А Гольберга нет? Писал просто большой. Потому что говорят, что Гольберга про это знал целый год. Хотел его спросить, как концессионера про это. Я заявляю со всей ответственностью, что... Когда речь идем о том, что кто-то лезет кому-то в карман, это уже плохо. А когда лезут в карман к жителям города, это самое мерзкое преступление, которое только может быть. Особенно, если это делают люди, которые могли бы оплатить счета за воду еще всем пенсионерам в своем микрорайоне. И за то, что я сегодня из-за басистова не спал всю ночь, басисты теперь не будут спать всю жизнь. Я ему это обещаю. Всем остальным тоже. В сауна сидят. Венгель под плиткой. Водомер закрыла? Да. Открывай, Лиля. Уже доходы в кране. Вода идет? Нет. Открой, Ваня. Открой. Он открыт. Открыт. Вот закрыт. Так. Хорошо. Открыл? Да. Он уже в виде там украл. Где оттуда? Да. И надо их не проверить. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. И верхний краник. Справа. А этот закрыт еще. Вот он, который. Все, вода идет. Вильям, в артешке? Все. Есть контакт. Да, есть. Тяма. Стой, теперь закрой тут. Докажем. Тяма с такой. Пожалуйста. Закрыт. Все, не ехать. При закрытом водомере. При отключенном водомере. Люда, открывай. Ваня, открой. Пусть идешь. Лиля, толкнулась. Есть. Пожалуйста. Закрывай. Водомер. Открывай водомер. Света, открой вода в кране. Дентель до водомера закрыт, перекрыт. Открывай, ставь, ставь, ставь. Вот я не понимаю, вот это вот, что вы говорили, вот эта вода в кран. Сейчас, подождите, секунду. Я не трогаю ничего. Извини. При закрытом деревне, или до водомера. Сауна, фрегат. По улице Кожадуба. Все, Светлана Валерьевна, выключайте. Светлана Валерьевна, выключайте. Светлана Валерьевна, выключайте. Светлана Валерьевна, выключайте. Светлана Валерьевна, выключайте.